Уважаемые друзья, Лисокогорская библиотека номер 14 предлагает вашему вниманию презентацию «Необычные библиотеки мира». Библиотеки давно уже нарушают стереотипы о том, что их предназначение ограничивается лишь выдачей во временное пользование книг и хранением интеллектуального мирового наследия. В мире существует множество библиотек, внешний вид и организация внутреннего пространства которых может удивить многих. Сегодня мы расскажем вам о самых необычных современных библиотеках, расположенных в разных уголках мира, чьи архитектуры и дизайн стали без преувеличения лучшими образцами современного искусства. Национальная академическая библиотека Республики Казахстан в Астане внешне напоминает инопланетный корабль или раковину морского моллюска, но это сделано специально. Такое архитектурное решение позволяет солнечным лучам как можно дольше освещать комнаты здания. Национальная библиотека Белоруссии – главная универсальная научная библиотека страны. Здание представляет собой ромбо-кубо-октайдр, в просторечии называется алмаз, высота в 23 этажа. Подсветка здания представляет собой многоцветный экран, который включается ежедневно с заходом солнца и работает до полуночи. Рисунок и взоры на нем меняются. Библиотека монастыря Святого Гала – самая древняя библиотека в Швейцарии. Основана первым апатом этой обители, святым атмаром в начале 8 века. Обладает одним из самых значительных собраний старинных книг и манускриптов. Открыта для публичного посещения. Книги, изданные до 1900 года, выдаются в специальном читальном зале. В дневное время девятиэтажное здание городской библиотеки города Штутгарта, Германия, выглядит как монолитный куб. Интерьер библиотеки является воплощением идеи минимализма. Белоснежные стены, пятиэтажный атриум в форме перевернутой пирамиды, много света и свободного пространства. Библиотека открыта для посещения круглосуточно. Здесь также есть несколько конференц-залов, кафе и терраса на крыше. Библиотека Минхай в китайском городе Цяньцзинь ошеломляет с первого взгляда. Завораживающий белоснежный атриум с гигантской светящейся сферой обрамлен, казалось бы, бесконечными рядами извивающихся полок. Ряды книг, вскупе с космическим центральным шаром и овальным остекленением, создают иллюзию человеческого глаза, видимую снаружи. Библиотека Дельтского технического университета Нидерланды замаскирована под ландшафт и выдает свое местоположение только каменным парадным входом и высоким конусом на крыше, которое покрыто травой и на которой студенты отдыхают после напряженных занятий в университете. Внутри библиотеки находятся книгохранилища, читальные залы, издательства, переплетный отдел и книжный магазин. Библиотека-крепость Бранденбургского технического университета в Котобусе, Германия, имеет форму амебы – одноклеточного существа. Сразу практически невозможно понять, где у этого здания фасад, а где задняя сторона. Ни один из девяти этажей библиотеки – семи наземных и двух подземных – не похож по форме на другой. Помимо книгохранилищ и читальных залов, в ней расположены мультимедийные и вычислительные центры, а также центр обработки информации. Все это скрыто за фасадом, который украшен буквами и символами из самых разных алфавитов. Публичную библиотеку в Канзас-Сити, в США, вряд ли кто-то сможет спутать с многоуровневой парковкой или рестораном фастфуда. Фасад этого здания отлично иллюстрирует его содержимое. Он создан в виде полки, заставленной книгами. Высота каждой книги – 8 метров, а ширина – 2 метра. Библиотека Луини Сера, Франция, названа в честь писателя XX века, жившего в Ницце. Самая первая в мире обитаемая скульптура является зданием библиотеки. Построена в 2002 году, голова библиотека моментально стала одним из символов знаменитого курортного города Франции – Ницца. В статуе работают только административные отделы библиотеки. Библиотечный фонд и читальные залы расположены в более традиционном здании по соседству. Читатели библиотеки имени Сандро Пенне, Италия, притягивает современный дизайн здания, гармоничное сочетание естественного и искусственного освещения, идеальная звукоизоляция, позволяющая спокойно придаваться чтению, а библиотекарям проводить мероприятия. Библиотеты принимают читателей круглосуточно. Однако ни днем, ни ночью количество посетителей этого розового стеклянного шаттла не уменьшается. С древних времен к созданию библиотек проектировщики подходили с особым трепетом. Поэтому неудивительно, что сегодня многие из них входят в список главных городских достопримечательностей. Среди современных книгохранилищ есть проекты, заслуживающие самого пристального внимания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова